Рота 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 Какой у нас купе, какой номер? Пятый, шестой Да нет, третий Пятый, шестой, но какой третий? Ядер Что с тобой? Пятый, шестой номер я говорю, но какой купе? Я говорю, какой купе? Третий Третий, третий Место, пятый, шестой Конечно, ощущение усталости есть Вы знаете от чего? От сборов, от дорог От этих чемоданов И когда приходишь в купе Состояние такое, как будто бы ты вообще На каком-то острове Где ты можешь наконец позволить себе Почитать И конечно, чай Вот именно в поезде чай, почему-то он Самый-самый вкусный Продолжение следует... Приходится рано утром улетать или уезжать Ты приезжаешь с поезда, а уже начало концерта где-то через час И несмотря на усталость Когда выходишь на сцену, я не знаю Откуда появляются Энергии И отличное настроение То есть нам сцена дарит здоровье Куда мы сейчас едем? Вообще-то раньше гастроли у нас планировались Работали мы в филармонии И нам планировали гастроли на год вперед И мы очень много ездили Гастроли были длительными У нас было так, что, например, мы с Яденькой В городе Омске на одной площадке отработали порядка... 36 концертов Даже, наверное, больше Больше Яденька, просто 46, а не 36 Я попутал, 46 концертов И работали мы по 3-4 концерта в день Спрос был громадный Я хочу сказать, что гастрольный график наш Он как был в пределах Советского Союза и за рубежа Так он у нас остался Потому что, слава Богу, что песни, которые мы исполняли Исполняем, любят и помнят и поют Белый снег, белый снег, белый снег Белый снег, белый снег, белый снег Белый снег Заверуха, ветер, заверуха И ты меня не кличешь под слухой На дворе ни машин, ни людей 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 АПЛОДИСМЕНТЫ А ты знаешь, чаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаешь, что? Еще печенье. Там есть печенье такое очень вкусное, с изюмом. Хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все началось с того, что мой брат принес домой гитару, обклеенную газетой, такая, шарабанистая. И мое первое произведение, которое я подобрала, это была басановочка вот эта. Девушка из Ипадемы. Я знаю название. И вот благодаря тому, что я, в общем-то, что-то играла на гитаре, обрала я ее, в общем-то, на картошку, чтобы там было веселее всем. Меня пригласили в коллектив, который только образовывался в филармонии. И позвонили мне девочки. Я очень хорошо помню. Три девочки, хоровики, дирижеры решили сделать вокально-инструментальный ансамбль, такой, как песниры, только женский. Я загорелась, если бы вы знали, я не спала целую ночь, я ждала утро. Но когда мы пришли в филармонию, мы настолько сразу убедили руководство в том, что это будет здорово, прекрасно и гениально, и они согласились. Неужели не вернется снова этой летней ночи забытье? Тихий шепот голос народного, трекое дыхание твое. Туба – это самый большой инструмент в духовом оркестре. Туба звучит так. У нас говорили так, когда мы занимались, и две шкафы подвигали. Ну, то есть это, понимаете, как... Вообще, у меня очень хорошо получалось играть на духовых инструментах, и мне пророчили большое будущее как музыканта и солиста из симфонического оркестра. Я ее впервые увидел в филармонии. На нее положил глаз, думаю, ну, надо обязательно с ней познакомиться. Нравится она мне просто колоссально. Я пришел в дирекцию филармонии, я сказал, хочу в ансамбль «Веросы». Сошел с ума, куда? Я сказал, Лев Яковлевич, у нас был молер такой замечательный, музыкальный руководитель. Мне хочется пойти в «Веросы». Короче, я его уболтал. Вот после того, как он сказал, что ты пойдешь в работу в «Веросы», я позвонил Яде. Я помню этот момент. Я пошел быстренько в зал, сказал, скажите мне, пожалуйста, телефон под Плавской. И мне сказали, он начинался на 37, я помню. Точно, да, да. 37-02, что такое было? Не помню. 37-05-40. Да? Да. Ну, может быть, такой. Вот, и... Нет, я тут, у тебя был другой телефон, это позже. У меня был этот телефон тогда. Ладно, короче, я позвонил Яде, она подошла к телефону. Я сказал, я буду работать в вашем коллективе. Она сказала, ну, очень хорошо завтра репетиться, очень холодно, и так никак. Субтитры делал DimaTorzok Мне было настолько побоку все эти ухаживания Сашины. Ну, у него такие всегда рассеянные глаза были. Но все равно они меня не тронули, скажу честно, поначалу. А я помню наше первое свидание. Оно было возле филармонии. Она выбежала из перехода в сереньком пальтишке, в серенькой такой зайчей шапочке, такая в очках, черненьких, улыбающихся. Не знаю, может быть, это покажется смешным или как-то глупым каким-то, но меня привлекли и очки, потому что я никогда не видел такой красивой и миленькой девушки в очках, что такое было привлекательно, привлекательно сексуально даже, я должен сказать. Вот, наверное, поэтому обратил внимание, потому что я был тогда уже искушенным мужчиной и смотрел уже как молодой мужчина на очередную жертву, скажем. Вот, а Бог любви не ведает стыда. Любовь приходит вдруг и ниоткуда. Так было, есть и будет, как всегда. Я была студенткой 4-го курса консерватории, вся такая в классической музыке. И как-то шла и увидела афишу песниров. И вы знаете, никогда бы не подумала, что один концерт, одна вот такая встреча может полностью изменить жизнь. Я сидела здесь, вот в филармонии, заодно переполнен, и они на 100% изменили мой взгляд на эстраду. Самое главное, одно из главных их достижений, это то, что они узаконили жанры вокально-инструментальных ансамблей в Советском Союзе, потому что до них и ансамбли вокально-инструментальных были как бы незаконно рожденные. Вот так, там были Битлз, а у нас это пиздеры. Битлз, а у нас это пиздеры. С нами малые дети, кто пени. Молодость моя, Белоруссия, Песни партизан Сосны родной боль Песня партизан Многие из них работают до сих пор. И вот это вот наше первое знакомство, первый обмен впечатлением, первый опыт, который мы получили от общения друг с другом, это самое главное. Это неоценимо ни с чем. Но я на всю жизнь запомнил вот торжественный момент, когда мы ожидали объявления результатов. Мы уже знали, что мы лауреаты. Вот этот конкурс артистов эстрады, на котором выступали Алла Пугачева, Геннадий Хазанов, там много-много других артистов, он нас сдружил настолько, что до сих пор... Сашка, приговори, а то я... Что? Вот отсюда, да. Ну откуда-нибудь скажи, потому что я влезла и не по делу. Давай. Что он нас сдружил? Самое главное, что этот конкурс сдружил нам, и мы поняли, что... Раз, а не нам. Поехали. Сейчас, Манечка, прошу прощения. Давай я мажорный аккорд возьму. Впоследствии Посмотри Да, да Посмотри Может, что нибудь заметишь Но куда На меня На что смотреть Вечно ты меня изводишь От тебя, мой дорогой Я сойду с ума наверно В новых кризисах я с тобой В кризисах необыкновенных Ты не видишь ничего, ты так сильно изменился. Ты не род, не дорогой, может, ты в тайгу влюбился? Я тебя одну люблю, ты прекрасно в классе новом говоришь, что вечно сплю. Не даешь сказать ни слова, я такой же, как всегда, ты ничуть не изменился. Видно мне везде страдать, ты зачем нам не женился? Потом первая поездка за границу. Это был международный фестиваль политической песни в Финляндии. В Белоруссии мы пели. Молодость моя, Белоруссия, Песни партизан, сосны до туман. Короче, мы спели песню, и вдруг тишина в зале. Ни одного аплодисмента я так ставлю, думаю про тебя, но все, вот это, ну облажались. И вдруг. Такой шквал, как значит. У нас был шквал аплодисментов. Был такой переполох, наш концерт, наверное, вообще наше выступление привлекло к себе так внимание. И они нас пригласили записать. У меня пластинку. Сосны до туман. Это наши гастроли по Баму. Вообще это была очень интересная поездка. Это первый приезд американского певца Дина Рида к нам и наше вот совместное выступление. Надо сказать, что Дина Рид в то время в Советском Союзе был самым любимым и популярным певцом. И вот эти совместные гастроли, которые предстояли ансамблю Берасы и Дину Риду, это было, в общем-то, неординарное событие. Во-первых, он был очень контактным. Учились много. У него учились поведения на сцене, учились общения с людьми, потому что... Это красивенький мужчина был. Да, еще знаете, что меня поразило больше всего? Он во время съемок упал с лошадью и сломал два ребра. А вечером было концертное выступление. Дин написал на фотографии, Яде, почему ты говоришь, что я не дарю тебе цветы? Видишь, ты не права. Я все-таки дарю тебе цветы, я счастлив. Да, но Дальний Восток, да, потому что Дальний Восток, вот были еще очень интересные и такие заповедные места, как сказать, это Байконур. И вот, когда мы впервые поехали на Байконур, нас проверяли, в общем, это был как выезд все-таки в закрытую зону. Вообще, космос — это для Саши такая трепетная тема. Он был помешан на космосе, на космонавтах. Он знал всех по именам, по фамилиям. И до сих пор знает. Да, и до сих пор знает. Самое главное, что... Но это было абсолютно точно. ...в космонавтике и космосу у Саши вылилось в его песни, которая называется «Байконур». Вас космический век за собой зовет, Мы стремимся вперед и вперед. Посылает нас к звездам, Творе — это земля, Байконур провожает в полет. Поэт Николай Третьяков принес мне стихи и сказал, «Вот, попробуй, давай, там про космос». Ну, я, естественно, взял эти стихи и мычал-мычал, ходил-ходил. И, в общем, я сначала отказывался, сказал, «Какой я там? Я не могу написать, перестань, а спеть могу». А, ну, какой, ну, подон, посмотри, все пишут. Да ты, в общем, меня как-то закрутил. Закрутилась и получилась такая песня. Я помню припев. Байконур, Байконур, К звездам руки свои протяну. Байконур, Байконур, На другие планеты шагут. Ну, и так далее. Еще была интересная встреча, значит, была утренняя почта и была прямая трансляция с космонавтом, который летали в космосе. Был Климук летал наш. Значит, и вот Юра Николаев говорит, а сейчас прямая связь с космосом на связи. Космонавт Петр Климук. Вот ваши земляки, белорусский ансамбль «Вероссы» для вас исполнят песню, «Что бы вы хотели услышать?» «Малиновку». После этого мы встретились вместе, я спрашиваю, «Ну как, вам понравилось?» «Да, все было нормально, ребята, только звука не было». «Я у бабушки живу, я у дедушки живу, папа с мамой ходят в гости к нам». Вообще эта песня была написана для документального фильма о проблеме одного ребенка в семье. Она не вошла в фильм, к сожалению, эта песня, потому что был показ «Голубого огонька». Я приехал на центральный телевидение и на стенде лучшей программы месяца висела благодарственное письмо Министерства здравоохранения СССР. И написано было приблизительно следующее, что «Уважаемые друзья, просим передать слова благодарности композитору Эдуарду Ханку, поэту Игорю Шоперану и белорусскому ансамблю «Вероссы» за исполнение в программе «Голубой огонек» песни «Я у бабушки живу». Одной этой песней они сделали гораздо больше, чем все наши лекции по проблеме деторождения в нашей стране. Папа-папа Меня воспитывала бабушка, одна, вторая, но запомнился момент, когда я провожала маму с папой, я всегда плакала, стояла у окошка, смотрела, как их такси куда-то увозят далеко. Уезжали на полтора месяца. Представляете, уехали Настеньке шесть месяцев, приехали семь с половиной. Она нас абсолютно не узнает, она не хочет видеть, что тетка какая-то в очках, дядька какая-то усатая. Сейчас, поскольку сложилось так, что я в полной мере занимаюсь той же самой профессией, я понимаю, когда у меня само есть маленький ребенок, как на самом деле это тяжело его оставлять, куда-то уезжать, хотя бы на один, даже на два дня. Если говорить о музыке, часть того, что я делаю, я, конечно, позаимствовала своих родителей. И если мне предлагают какой-то песенный материал, я думаю, что скажет мама. Для меня мама это самый строгий, на самом деле, критик, цензор. На остальное мы с тобой научим, ладно? Молодец, что он не умеет, уйдет. Он не коснется никогда, тихой музыкой рояль прозвучит лишь для тебя. И у них клавиш счастье путь, черных клавиш путь разлук. Много-много сердца стук навсегда прокурит ручь. Где-то внутри я не хотела, чтобы Настя повторяла наш путь. Мне очень хотелось, чтобы она была просто счастлива в семье, в какой-то профессии, не связанной с этими разъездами, с этими жертвами, с бытовыми этими неурядицами. Так получилось, что, к сожалению, из вирусов нам пришлось уйти не по нашему желанию. И у нас просто не было другого выхода, как петь вместе. Мы должны были выжить. Мы сдавали бутылочки, потому что денег не было. Бутылки из-под молока. Семь бутылок – это десяток яиц. И поэтому яичницу в любых видах я могу вам приготовить шикарно. Ну, так же случилось, что нас пригласил в оркестр Михаил Яковлевич Финберг. И два года, которые мы провели в этом оркестре, они, конечно же, оставили самый светлый след. ПЕСНЯ ПЕСНЯ А дальше, дальше, да. Дальше появилась группа «Счастливый случай». Появилась тоже как-то так естественно. Да. Потому что Эдуард Ханокера и Лариса Рубальская написали песню «Счастливый случай» специально для нас. ПЕСНЯ 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 Время, когда разрушился Союз, мы сделали свой театр, назвали его театр песни. Потом мы реорганизовывались. У нас теперь есть студия, возможность продюсировать молодых исполнителей. Ведь нам в жизни тоже кто-то помогал, и наша святая обязанность тоже помогать тем, кто в этом нуждается. Выбор песни – это очень ответственный момент, и здесь иногда мы с Сашей расходимся. Он считает, что в этой песне что-то есть, и я говорю, что я не нахожу в ней изюминки. Очень скомканно. На крыльях так как-то получилось, да, еще раз? Ты знаешь, печаль должна быть не дождливой, а такой светлой. Нам, конечно, легче писать свои песни, потому что мы знаем свои возможности, но мы ни в коем случае не отказываемся от песен, которые приносят нам. И которые нам нравятся, и которые нам подходят. Знаешь, получилось отлично, Сашка. Давайте сначала все-таки мы послушаем, где там ту-ту-ду вот этот вот. «А я оставлю у себя тебя из прошлого». Вот давайте вот это, да, вот то же самое я хотела сказать. Вот все-таки мы расходимся с ядей иногда. У нас бывают полярные мнения, и вы знаете, даже в нашей жизни, если она такой рассудительный человек, все-таки такой спокойный более, то у меня совсем наоборот. Но, тем не менее, вот эта вот полярность, наверное, и создает нечто такое общее. Вот это то, что знают уже много лет. Очки, усы, как нас окрестили. Вообще, Стихановичем не соскучишься. Журналист. Он такой непредсказуемый, да, спасибо. С тобой тоже ядер. Ты тоже иногда бываешь очень нежная, обаятельная, и такая... Но я по знаку зодиака... И такая чувственная мегера. Очковая змея. Кш-ш-ш! Стихановичем не соскучишься. Теперь мы имеем возможность слушать музыку разных стилей, разных направлений. В наше время это было немножко сложнее, потому что западная музыка, музыка, которая тогда зарождалась, рок-музыка, это было нечто такое, джаз даже, это было нечто запретное. И ночью мы включали приемник и слушали вражьи голоса, которые передавали Битлз. И там... Мы с соседями. Да. И там было... Миша, Маде... Ну... Время это было прекрасно. Прекрасно даже тем, что запретный плод сладок, и поэтому все к нему стремились. Четверо ребят, три гитары и барабаны пели такие красивые песни. Я для себя тогда уже сказал, все, я так же хочу стоять на сцене, играть. И я буду играть на бас-гитаре. Ты действительно прекрасный, интересный басист. Мне родители говорили, какой парень замечательный, и такой веселый, такой красивый, и музыкант хороший, ну что тебе еще надо? Да, и вот все-таки я сделал предложение. Она мне ответила, хорошо, я подумаю. Прошло какое-то время. Мы собрались в ЗАГСе. И вот распорядитель спросила, желаете вы стать его женой? И вот такая мертвая тишина. Да, пауза. Я чувствую, что пауза становится все длиннее. Это уже даже не шестнадцатая, а уже половинная нота пошла. Думаю, ладно, в конце концов я могу развестись. И я сказала да. Вот когда она сказала да, грянул гром такой, у меня спросили, я тут сказала, конечно, о чем вы говорите. Потом мы надели друг другу колечки, выпили шампанское там какое-то, я ее взял на руки. Вынос невесты на руках, он почти состоялся. Но ровно через 25 лет я повторил то же самое, и в конечном результате я все-таки донес уже до нашей машины. Я для тебя построю дом, и мы с тобою будем в нем Мечтать о будущем вдвоем, встречать рассветы. И будет там всегда светло, и так уютно и тепло, И не закончится для нас с тобою лето. И, конечно же, если бы не было любви, мы бы столько лет не прожили вместе. У меня прекрасная работа, замечательная семья. У меня чудесная дочь, прекрасный зять, я его очень люблю. И поэтому все анекдоты о тещах, это уже не в мою сторону. Конечно, трудностей было очень много, но я считаю, что без трудностей и без испытаний мы все равно радости никогда не познаем. И слава Богу за то, что есть у меня то, что я имею на сегодняшний день. Я счастлива. Знаю я на сто процентов, где расставишь ты акценты, Когда недовольная будто скажешь мне доброе утро. И все наладится, как будто скажу тебе доброе утро, Ну почему, почему столько лет подряд? Я смотрю, я смотрю только на тебя. Почему, почему я ищу твой нежный взгляд? Ну почему, почему столько лет подряд? Ты глядишь, что с обидами твое лыбя, Почему кто-то скажет любовь, а кто-то судьба. Ну я считаю, что без веры в Бога жить просто невозможно. Ну во-первых, как вообще без веры жить? Я счастлив, что и Настя, и Ядя, и Дмитрий, и Ванечка маленький, все мы сходим в храм. Я помню, что в кафедральном нашем соборе у чудотворной иконы Минской Божьей Матери надо было стоять на коленях. Я помню, как мне это было трудно ребенку, потому что села большая служба, а бабушка, мистер, и должен стоять. Бывает, иногда мы срываемся, бывает, ну все, мы падаем, но все равно упал, надо подниматься и идти. Надо стараться, чтобы все самое хорошее в тебе подавило все то черное, которое мы все имеем. Это очень сложно. Каждый из нас должен стремиться стать на ступенечку выше, стараться все-таки стать лучше, стараться свое творчество направлять в это духовное русло, чтобы наши песни были нужны, полезны людям и были во славу Божьей нам во спасение. О присуждении звания нам народных артистов мы узнали вечером. А с утра начались поздравления от людей. Вот это самая огромная радость, скажу вам честно. Я счастлива, потому что это звание действительно народное. Именно народ нас наградил этим званием. Конечно же, очень приятно, то, что мы имеем эти высочайшие звания, потому что это оценка твоего творчества, это оценка твоего профессионализма, это, конечно же, аванс на будущее. А чай в поезде самый вкусный. Будьте здоровы! Направо! Направо! С песней! Шагом! Марш! Проходят дни и каждый год Я верю в лучшее Когда же нет тебя со мной Зима Забудь печаль и помечтай Со мной о будущем Когда в саду сирень цветет Весна Весна Просто так Просто так Пойди ко мне Просто так Обними Ласково Просто так Как во сне Вновь поверь мечте Не грусти Улыбнись Просто так Просто так Просто так Пойди ко мне Просто так Пойди ко мне Просто так Обними Ласково Просто так Как во сне Вновь поверь мечте Не грусти Улыбнись Просто так Просто так Просто так Просто так Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова